Всем привет, на связи мой компьютер. В предыдущем видео мы рассказали вам о лучших процессорах, которые можно купить на известной китайской торговой площадке. Но разумеется, в ПК еще много других комплектующих. О них мы сегодня и поговорим. Итак, лучшие комплектующие для покупки с Алиэкспресс. И начнем мы с башенных кулеров. Пару лет назад китайские сумрачные гении осилили производство кулеров для процессоров, так что теперь Али просто наводнен ими. Однако, нужно понимать, что огромное количество представленных там вариантов банально неэффективны. Во-первых, сразу отсекаем трех вентиляторных монстров. Легко заметить, что ни один из известных производителей кулеров не использует больше двух ветродуев, и это легко объяснить. Как показывают тесты, даже в случае с крутыми башнями от Noctua, установка второго вентилятора снижает температуру процессора от силы на пару градусов, так что кулер с тремя вентиляторами — это в прямом смысле деньги на ветер. Во-вторых, даже не смотрите на дешевые решения за 500-600 рублей с одной-двумя теплотрубками. Практика показывает, что сделаны они не очень хорошо, а в России за эти же деньги есть парочка вариантов от того же Deepcool качеством куда выше. Самый оптимальный вариант — это двухрадиаторные суперкулеры с четырьмя-шестью теплотрубками и одним-двумя 90-120-мм вентиляторами. В России за эти деньги вы возьмете в лучшем случае однорадиаторный Zalman. Такие кулеры вполне способны справиться даже с горячими Core i7 в разгоне, так что их можно брать вместе с такими же процессорами с Ali для апгрейда. Хотя я выбрал бы все-таки Zalman. Что касается конкретных компаний, то можно отметить Clisr, LC и Aigo. Их решения обычно выше качеством, но и несколько дороже полных No Name. Но в любом случае, все равно читайте отзывы, так как новые решения тут появляются чуть ли не каждую неделю. У этих кулеров два недостатка. Во-первых, это вентилятор и подключенный по три пин. Иными словами, управлять их оборотами можно только изменяя напряжение, а это может не каждая плата, особенно относительно старая или вообще китайская. Во-вторых, это кривая подошва. Даже именитым производителям не всегда удается сделать ровную поверхность у 4-6 теплотрубок. Чего уж тут говорить о китайцах. Так что перед установкой кулера приложите к нему линейку. Если какая-то из теплотрубок выступает или есть существенные зазоры, то можете смело открывать спор, ибо на температурах это скажется негативно. Переходим к следующему пункту. Видеокарт, как и процессоров на Ali хватает. Есть и новые варианты, но больше всего БУ. Рассматривать первые особого смысла нет. Это обычное решение внутри китайских брендов без гарантии в России. А с учетом стоимости, сравнимой с компьютерными магазинами у нас, брать их точно нет никакого смысла. С БУ все значительно интереснее. В большинстве своем это решения, которые не были в майнинге. И они имеют все заводские пломбы. Их чаще всего использовали в игровых клубах, которые в Китае очень распространены. А после обновления ПК их выставили на продажу по очень вкусным ценам. Из огромной массы представленных на Ali вариантов, интересных не очень много. Оптимальный минимум это GTX 950-960 на 2 гигабайта. Такая видеокарта еще способна выдать больше 30 фпс даже в самых тяжелых проектах в Full HD разрешении на низких настройках графики. А в киберспортивных играх легко достигает 60 и даже 100 кадрах далеко не на минималках. Средняя цена такого GPU порядка 4-4,5 тысяч рублей. Если же низкие настройки графики вас не устраивают, то на пару тысяч дороже можно найти RX 470, 480, 570, 580 с 4 гигабайтами видеопамяти. Эти решения уже куда веселее и они позволяют комфортно играть в тяжелые игры на средних и даже высоких настройках графики. А хиды прошлых лет типа Ведьмак 3 неплохо идут даже на ультрапресете. Ну а если денег совсем нет, но поиграть хочется, можно посмотреть в сторону GTX 750 Ti с 2 гигами, которая стоит порядка 3-3,5 тысяч рублей. Да, видеокарте больше 5 лет, но она все еще способна запускать современные игры. Увы, именно запускать, ибо зачастую рассчитывать на комфортный геймплей просто не приходится. Но если у вас HD Plus Monitor, то поиграть в новинки с консольным фпс и низкими настройками графики вы вполне себе сможете. Также, что касается видеокарт выше, следует понимать, что они бывшие в употреблении. Так что пыль, высохшие термопрокладки и термопаста в пределах нормы. Настоятельно рекомендуем после получения и проверки такой видеокарты разобрать и почистить ее. Это может здорово снизить температуру и продлить ей жизнь. Больше интересных вариантов в общем и целом нет. Видеокарты на 1 гигабайт смысла рассматривать нет вообще. Они не подойдут для игр даже 3-х летней давности. Также забудьте про видеокарты GTX 600 и ниже. NVIDIA уже закончила поддержку мобильных видеокарт этих линеек. И когда за ними последуют десктопные, это вопрос ближайших месяцев или максимум года. Что касается RX 480 580 на 8 гигов или GTX 1060, они стоят неоправданно дорого. Теперь поговорим про оперативную память. Как и процессоры, память на Али можно брать не боясь. Причины этому просты. Во-первых, производить свои чипы китайцы пока что не умеют, поэтому используют брендовые. Во-вторых, память, как и процессор, это тот компонент ПК, который работает почти вечно. Так что если при первой установке УЗУ в материнскую плату она работает без ошибок, велик шанс, что так будет продолжаться все время жизни вашего ПК. Если ваш ПК настолько древний, что видел Мамонтов, и внутри стоит память DDR2, то есть смысл смотреть на БО плашки от Samsung или Kingston за 300-900 рублей. Либо обратить внимание на решения китайских брендов, например, Plex HD. Правда, тут нужно быть аккуратным. Проблема в том, что чипы памяти в разных партиях могут быть разными, а для корректной работы DDR2 желательно иметь одинаковые плашки. Поэтому имеет смысл заказать сразу весь нужный объем. Тогда производитель положит вам одинаковые модули. Ну и, разумеется, не стоит забывать про общую проблему в сеть DDR2 памяти. Есть плашки для AMD, которые стоят дешево, и есть для Intel, которые стоят дорого. И нет, обмануть систему и поставить Xeon память для AMD у вас не выйдет. Вы просто получите черный экран при включении компьютера. С DDR3 в этом плане лучше. В общем и целом, даже разношерстные плашки берут стандартные частоты в 1333-1600 МГц. К тому же, в продаже есть достаточно дешевые плашки по 8 ГБ. Так что, даже если в вашей системе сейчас стоит один модуль на 1-2 ГБ, а плата поддерживает всего два слота, вы все равно сможете получить объем, достаточный для современных игр. Поэтому модули брендовых производителей можно не рассматривать, а к Plex HD можно добавить Танбаш. Их плашки по 4 ГБ стоят 600-900 рублей, в зависимости от вашего процессора. Градация AMD Intel тут сохраняется, а 8 ГБ стоят, соответственно, 1000-1400 рублей. А вот если вы собираете или апгрейдите систему на серверном LGA2011, то вы везунчик, ибо DDR3 память с коррекцией ошибок стоит сущие копейки. Например, LAN Shua предлагает 4 ГБ за 400 рублей, а комплект из четырех таких плашек, дающий внушительные 16 ГБ, отдают всего за 1500. Что касается современной на данный момент памяти стандарта DDR4, то тут никаких разделений на AMD и Intel нет. Из производителей можно выделить Vineda и Clisor. Они предлагают 4 ГБ за 1200 рублей, а 8 ГБ обойдутся вам в 2200. Да, это буквально на 100-200 рублей дешевле, чем аналогичная брендовая память в России. Но благодаря промокодам и кэшбэку, покупка с Али все еще может быть вполне выгодной. А чтобы не ошибиться с покупкой, не переплатить и найти настоящие скидки, рекомендую полезное расширение АлиРадар, которым действительно пользуюсь сам. АлиРадар появится в виде небольшого окна снизу справа, в котором можно будет увидеть рейтинг продавца, динамику цены, не зависел ли он ее перед фейковыми скидками, и фото из отзывов, а также похожие товары и часто даже дешевле. Также снизу под ценой появится раздел «Надежность продавца», которая подскажет, сколько лет он на площадке, какой у него рейтинг, довольны ли покупатели общению и соответствует ли товар описанию. В общем, очень удобное расширение, попробуйте. Ссылки на АлиРадар я оставлю в описании. Теперь, что касается SSD. Твердотельные накопители все больше и больше дешевеют. Причем доходит просто до смешного. Так решение на 120-128 гигабайт, что на Али, что в России, стоит абсолютно одинаковых денег, порядка 1200-1300 рублей. Означает ли это, что брать SSD из Китая больше не выгодно? Разумеется, нет. Присмотритесь к решениям с большими объемами, порядка 1 терабайта, у проверенных брендов, типа Goldenfar или Kingdian. Они стоят порядка 5-5,5 тысяч рублей. А вот в России цена на схожие решения в крупных магазинах зачастую начинается от 7 тысяч рублей. Разумеется, многие заметили, что некоторых комплектующих я не назвал. И нет, мы про них не забыли. Просто они не являются лучшими для покупки по разным причинам. И брать мы их не советуем. Начать стоит, пожалуй, с материнских плат. До сих пор хватает пользователей, собирающих ПК на LGA1 с 55, 56 и даже 755 с нуля. Разумеется, найти новые платы под сокеты 9-летней давности нереально. Что делают люди? Правильно, берут материнскую плату на Али и остальную сборку там же. Почему так делать не стоит? Потому что плата это не серверный Xeon, работающий в условиях, близких к идеальным. Она стояла у кого-то дома, после чего, возможно, попала в ремонт, была починена и продана. Ожидать от нее можно всего что угодно. Нередко они приходят с обгоревшими коннекторами, которые вполне ясно намекают на их бурное прошлое. Разумеется, это не касается фирменных китайских плат от Huanan или Plex HD. Они, за исключением сокетов, полностью новые. Так что возможные проблемы могут быть только софтовые. А они, как мы знаем, зачастую без особых трудностей решаются с помощью гугления. И если с БУ материнскими платами проблемы в общем и целом понятны и предсказуемы, то с китайскими блоками питания все очень плохо. С одной стороны, их внешний вид внушает доверие. Строгие темные корпуса, красивые наклейки, провода в оплетке. С другой стороны, самых внимательных пользователей удивят ценники. Ну, не может БП на 800 Вт отдаваться за 2500 рублей. Да, так и есть, не могут. В реальность эти блоки питания имеют самую дешевую и простую элементную базу, абсолютно без всяких защит и в лучшем случае отдадут вам Ватт 150-200. До первого скачка напряжения, разумеется. Ну и завершает трио нежелательных комплектующих с Али корпуса. Нет, в них никакого подвоха нет. Сделать плохо несколько кусков железа сложновато. Проблемы тут чисто практические. Корпуса на этой торговой площадке стоят в среднем от полтора до четырех тысяч рублей и не предлагают абсолютно ничего интересного в сравнении с аналогичными решениями в России. А вот доставка зачастую не бесплатна. Да и всеми любимая почта России может легко разбить боковое стекло или помять корпус. Конечно, вы вернете себе часть денег через спор, но нужны ли вам такие проблемы? А вот сейчас поставьте лайк этому видео, напишите гневный комментарий, ну или хороший. И не забудьте подписаться. С вами был МК, до скорых встреч.